Новый ТЭЦ построят в Семее. Об этом заявил глава государства на встрече с Активума Байской области. А еще регион станет развитым культурно-познавательным центром. Именно здесь, в городе Семей, находится полюс континентальности, другими словами, центр Евразии. И этот потенциал надо использовать, считает Такаев. Остановился президент и на моментах политической трансформации и построения нового Казахстана. В завершение глава государства отметил орденами и медалями отличившихся семейцев. Федеральная служба воздушного транспорта России «Росавиация» продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части страны до 10 октября. Как уточняется, ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белград, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Элиста и Симферополь. «Росавиация» рекомендовала авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого следует использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, а также Москвы и Ставрополя. Напомним, режим ограничения полета в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации действуют с конца февраля. Среди кораблей, которые Швеция и Дания направила к местам прорывов северных потоков, были и суда, изучающие экологическую обстановку. Утечка газа не наносит такого серьезного ущерба, как утечка нефти, но долгосрочные последствия будут тяжелыми. В атмосферу попадают огромные объемы парниковых газов. Жители датского острова Борнхольм, ближайшие к местам аварии, сохраняют спокойствие. Непосредственной угрозы, по словам местных властей, нет. В Германии на этой неделе оценили потенциальную утечку в эквиваленте 7,5 миллионов тонн углекислого газа. Это почти 1% годовых выбросов углекислого газа самой Германии. Самым опасным считают выбросы метана. Его может выделиться до 300 тысяч тонн. По словам немецких специалистов, метан в 25 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ. «Это не какой-то локальный загрязнитель, который был бы опасен только для жителей близлежащих стран. Этот газ будет разнесен по всему миру. Хоть он при этом будет растворен, смешан, он окажет негативное влияние на большее число людей. Можно сказать, что на всех». «Мы постоянно измеряем объемы газа, проникающего на поверхность, и выясняем, доходит ли что-нибудь досюда. Пока все выглядит неплохо». На заседании в Брюсселе Энергетического совета Евросоюза одобрен первый пакет экстренных мер, призванных смягчить негативный эффект от недавнего повышения цен на электричество. Министры стран-членов предлагали, в частности, заставить разбогатившие на кризисе энергетические компании частично покрывать счета за коммунальные услуги простых граждан, а тех, в свою очередь, призвали экономить тепло и свет. В итоге было решено установить максимальный доход предприятий с низкой себестоимостью, использующих возобновляемые источники или атомную энергию, на уровне 180 евроцентов за мегаватт-час. Ввести 33-процентный налог на незапланированную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе. В обязательном порядке сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пик. Однако большие разногласия возникли по поводу усиления контроля за ценами на природный газ. По меньшей мере 15 стран, включая Францию, Испанию, отстаивают идею становления предела цен на весь импорт газа. А Германия выступает против единого потока. Немецкий министр экономики даже допустил возможность развала из-за этого союза. Это усилит напряженность в промышленном секторе, подорвет спрос и на экспорт и приведет к закрытию предприятий. Министр энергетики призвали Брюссель доработать и дополнить свои предложения. «Вмешаться в него, не причинив ущерба где-нибудь ещё задачи не из лёгких. Подготовка к этому требует определённого времени». «Фиксированный лимит цен на газ может быть введён только в том случае, если мы обеспечим себе достаточные запасы газа, и он будет поступать в Европу бесперебойно. В противном случае нехватка газа будет распространяться по всему ЕС. Я не думаю, что это допустимо по политическим причинам. Это привело бы Евросоюз к его пределам и, возможно, к его концу». «Важно реагировать так, чтобы не попасть в порочный круг, в котором некоторые наши поставщики будут продавать газ по любой цене, поскольку мы готовы покупать его по любой цене. Это усилит напряженность в нашем промышленном секторе, подорвет спрос на наш экспорт и приведёт к закрытию предприятий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова